Привет, ребяточки! Мы приехали в Екатеринбург, тут уже погуляли, у нас длинное путешествие. Вообще мы едем из города Кирова на Алтай. Нынче в Екатеринбурге мы добрались до гостиницы, собираемся ночевать. Честно говоря, я немножко подустала, но тем не менее мы на месте. Но хотела показать прикол, что когда ты едешь в несколько городов сразу, ты никогда не знаешь, где ты окажешься на ночевке. Особенно сейчас, когда Booking.com закрылся, где были всякие отзывы. И бронируем или напрямую, или по разным бронировщикам. Ласточки летают. В общем, смысл такой. Нынешняя наша гостиница. Показываю, ребята. Это она. Интригующее название. Называется Дворец свадеб. Реально Дворец свадеб. Нет, реально Дворец. Я не знаю, что тут происходит. Может быть, тут ЗАГС. Может, и не ЗАГС. Я не могу сказать. Но тут есть ресторан, где, я так понимаю, что можно отдохнуть. И, может быть, эти свадьбы празднуют. Наша гостиница, получается, вход поскромнее. Вот он. Но номера очень-очень-очень приличные, я бы сказала. Вот я вдруг что-то задумалась. Это что за большие окна? То есть внутри-то обыкновенные коридоры. Обыкновенные коридоры. Обыкновенные дверки номеров. Но, возможно, это только так. Фасад украшен и сделан. А на самом деле, как бы там действительно обыкновенные коридорчики. Ой, прямо любопытно стало. Что это за дворец? Наша гостиница, где мы поселились, она вообще по размерам на дворец не тянет. То есть она приличная, но не такая большая. А вообще тут всякие крутые машины понаставлены. Ух, вот такие вот крутые машины. И наша малявка среди них так своеобразно смотрится. Ну, по контрасту луто. Самое интересное по контрасту. Вот так. Продолжение следует...